Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. В резюме «Россия» появится скоро новый пункт. Размещая информацию о себе на портале «Работа в России», можно будет указать свой опыт волонтерской деятельности. Об этом российской газете рассказали в Роструде. Ну, как вы к этому относитесь? Это ваша была инициатива? Знаете, мы относимся к этому положительно, потому что действительно мы предложили коллегам из Роструда и министру труда Максиму Анатольевичу Топилину. Сделали даже сами волонтеры. В прошлом году на форуме в декабре он встречался с ними, они рассказывали про тот опыт, который они получают близкий к их профессиональной подготовке в ВУЗе. Они говорят, слушайте, давайте это учитывать. Он предложил это проработать, и Роструд коллеги положительно оценили инициативу. И теперь это в марте 2020 года будет реализовано. Это вообще мировой тренд. Во многих странах мира, в западных странах, в особенности, компаний при приеме на работу соискателя, они смотрят не только его диплом, который он получает в университете, но они смотрят его некий бэкграунд. То есть в целом, что он из себя представляет как человек, есть ли у него какой-то опыт общественной активности, каких-то собственных проектов, какое у него хобби и прочее. И исходя из этого уже складывают... Еще и соцсети смотрят. Соцсети, ну вообще этот опыт о волонтерстве, о котором мы говорим, он же может продемонстрировать, ответить на очень многие вопросы. Про человека. Про человека, да. Во-первых, ответить на вопрос, является ли человек человеком. Да ладно, ну что вы хотите сказать? Все волонтеры хорошие, все не волонтеры плохие? Не все, но большинство. А не волонтеры, что все плохие, что ли? Нет, я не могу сейчас здесь судить, но я могу сказать о том, что человек, который идет в волонтерское движение, он точно думает не только о себе. А что плохого, думать только о себе? Нет, в этом не то, чтобы это плохо. Просто мне кажется, что человек, который обладает эмпатией, чувством какой-то ответственности, сочувствия, он... Нет, подождите, сочувствие может обладать эмпатией, может обладать человек, который не идет в волонтерское движение. Может, но волонтерство может привить эти в том числе определенные... Если этого нету, то даже если ты был человек не очень хороший, то будучи поработав волонтером, ты стал лучше. Так, да? Ой, я вас сейчас запутаю, Артем. Вы знаете, я хотела бы спросить у наших слушателей, вот они лично не против, если в графе резюме будет введен вот этот вот пункт про волонтерство, не окажет ли это, например, ну какой-то негативный момент по отношению к тем, вот допустим, приходят на соискание работы два человека, ну оба молодые, оба с дипломом, у одного написано, что он, понимаешь ли, обладает эмпатией, сочувствием, волонтерил. И эмоциональным интеллектом. Да, да, да. А у другого вот этого пункта нету. И получится неравноправие здесь какое-то. Ну, может быть. Это конкуренция. Слушай, а у меня вопрос, можно... А вот это уже потом. Хорошо. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом будет вопрос. Говорим о том, что, во-первых, Артем Метелев у нас, один из руководителей волонтерства в России, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, и мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, и, конечно же, обсуждаем сами, хорошо ли это то, что теперь в резюме на всевозможных порталах, таких как... Ну, во-первых, мы сейчас говорим о работе в России, да, именно об этом заявил Денис Васильев и Рост труда. Да. Но вот сейчас мы в перерыве обсуждали, что такое, да, строчка в резюме. Ну да, мне кажется, что и так люди, которые занимались волонтерством, вписывали в свое резюме, что я делал то-то, 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 то-то и для тех. Безусловно. А это просто такие... на этих порталах будет, да? Кто-то вписывал, но кто-то и не вписывал, потому что, так сказать, не спрашивали. И мы считаем, что можно сколько угодно говорить работодателям, друзья, учитывайте этот опыт, но гораздо важнее сформировать культуру через вот такие паттерны, то есть, да, когда мы все пользуемся HeadHunter, SuperJob, другими порталами, и если там появляется такая возможность, то люди начинают задумываться, ага, наверное, теперь это нужно, наверное, теперь на это обращать внимание. И мы вышли с инициативой к руководству портала SuperJob, они поддержали эту инициативу о том, чтобы учитывать этот опыт. Мы сейчас обсуждаем детали, и также положительно отреагировал портал HeadHunter. Сейчас мы тоже с ними обсуждаем детали, что это может быть. Отлично. Я хотела вам, знаете, что рассказать? За год, вот прошлый год был год волонтерства и добровольцев, да? Да. Вы знаете цифры, насколько увеличилось количество добровольцев? Ну, расскажите. Ну, социологи... статистики же нет и не должно быть, но есть социологи. И социологи говорят о том, что количество волонтеров увеличилось ровно в два раза, до 14%. Мы вот 7% в ноябре 2017 года фиксировали социологи. Сейчас уже даже 15%, еще на один процентный пункт выросло количество волонтеров. А вот вы говорите, статистика нет. А вот у меня есть статистика. Вот я, например, нашла такую информацию, что чаще всего безвозмездно делают добрые дела женщины. Женщины. Да, особенно пожилого возраста. Ну, насчет пожилых нет, а вот женщины точно, да? Где-то 70 на 30 девушек больше в волонтерском движении. А еще такая статистика. Самая многочисленная группа граждан от 30 до 39 лет. Вот, там тоже 111 тысяч мужчин и 170 тысяч женщин. Знаете, как спрашивать, как говорится, статистика. Ну, как спрашивают. Почему? Вот в группе, например, 50-59, их число, женщин, уже 185 тысяч человек. Понимаете? То есть это в два раза уже больше, чем мужчин. Нет, можно, конечно, сказать все, что угодно, что мужчина в это время бежит зарабатывать на детей, на внуков, на правнуков некоторые. Вот, но вообще по поводу вот волонтерского движения в таком уже достаточно, ну, взрослом возрасте. Понятно, я всегда считала, что это дело молодых. Ну, когда ты студент, когда ты еще не нашел работу, когда ты еще, в принципе, можешь поражить на дошираке. И тебе не надо ничего там покупать серьезного, глобального. Тебе еще не нужны ни машины, ни шубы. Ты счастлив молодостью. Да. Она тебя питает, кормит и радует. А вот когда у тебя уже семьи, дети, вот все-все-все вот это за плечами, ты уже должен работать. А некоторые работают на нескольких работах для того, чтобы, да? Какое же тут волонтерство? Ну, во-первых, есть выходные. А во-вторых... А выходные с детьми надо проводить. Ну, так мы предлагаем в том числе и с детьми выходить. И когда ты с семьей идешь, не знаю, там, высаживаешь какую-то аллею в районном парке, когда ты с семьей идешь и берешь животное в зоопарке подшефное, и ты начинаешь потом за ним ухаживать, ты сплочишь свою семью. Это во-первых. А во-вторых, корпоративное волонтерство, которое сейчас тоже входит в тренд, это то, на что обращают внимание современные работодатели. Потому что лучше всяких пьянок и корпоративов, этих тренингов по команде образования. Лучший тренинг по команде образования — это вместе объединить своих сотрудников общей целью, выехать и сделать что-то хорошее на ценностном уровне. Они сплочаются гораздо быстрее. Я так ездил с несколькими компаниями на, в том числе, экологические акции. И я вижу просто, как меняются отношения в команде. А это от кого? Это вот генеральный директор, грубо говоря, приходит и говорит, ребята, у нас в этом году вместо корпоратива будет высадка деревьев у меня на даче. Кто не приехал, ну как это вот это? Вы с руководителем договариваетесь? Ну знаете, тут мы не договариваемся, определенную там формируем культуру, рекламу даем, но в компаниях это происходит с двух сторон. Есть, когда действительно это происходит, инициатива руководства, но очень часто это сами сотрудники объединяются и приходят. Вот недавно, буквально, по-моему, три дня назад в Москва-Сити, сейчас же там переехали три министерства, знаете, да, там в Москве? Не знаем, я чувствую, что этот разговор будет серьезный, поэтому мы музыкальную паузу сделаем, потом продолжим. Там было. Продолжаем. Да, они, это, была донорская акция для сотрудников Москва-Сити, вот Минкомсвязь, Минпромторг, Минэкономразвитий, чиновники сдавали кровь. Вот сами сотрудники, одна из сотрудников, моя знакомая, предложила такую акцию, об этом всем уже сказала, пришло 74 человека, сдали кровь, там полдня донации вышла. Ну, то есть разные сотрудники сами понимают, что это становится модным. Ну, вот, цифры растут в два раза, вырастут в женщине, все больше об этом начинают говорить, не стесняться, что очень важно, потому что, это не значит, что в два раза увеличилось количество. Просто, в том числе, об этом стали чаще говорить, и люди перестали стесняться, потому что раньше они не говорили, а теперь видят, что это постоянно по телеку, что-то там по радио, что-то там в этом везде говорят, они отвечают, да, действительно, этим занимают. И это формирует очень правильное восприятие гражданской активности, в нашей стране, полонтерство. Поэтому все больше компаний, вот у нас одна из инициатив, это в том, чтобы на площадке крупнейших деловых объединений, вот есть там торгово-промышленная палата, есть деловая Россия, опора России, раз в год собирать всех участников этих деловых объединений на уровне регионов и рассказывать им про корпоративное волонтерство, знакомя с волонтерскими благотворительными фондами. То есть, это уже есть такая история, она в плане стоит, об этом поддержали нас и Российский Союз промышленников и предпринимателей, мы это будем делать во всех регионах России. Я думаю, что в лет 5 и во всех нормальных, особенно иностранных компаниях, имеющих российские представительства, ну и в российских в том числе тоже, и в госкомпаниях, будут 100% развиты системы же против НЛАНТРСКИ. Мы такое сейчас с Русатовым делаем, с Ростехом, с РЖД, с... Ну вот я не очень все равно это понимаю, то есть нет, ну это же получается, что человек не отказывается от этого, вот здесь вы сами себе противоречите. Потому что вы говорите о том, что это эмпатия, это думаешь ты не только о себе, а вот в данном вопросе, если мы говорим о корпоративном волонтерстве, это чисто, я вот могу сказать, это не значит, что человек не думает о себе, это значит о том, что человек карьерист, и человек прекрасно понимает, что если руководитель сказал, о, как классно, мы сейчас сделаем вот это, и тот, кто не пошел, может быть, потом дольше будет ждать назначения, чем тот, который пошел. Что, неужели не так? Такое тоже может быть. Может быть, но очень редко руководители сами являются инициаторами вот этого корпоративного волонтерства? Да, вы предложили, привели пример гендиректора, ну я таких примеров честно говоря не знаю. Это шутка была. Нет, ну я таких просто примеров не знаю, но полагаю, что в маленьких компаниях, маленьких, это может быть, где все очень как бы компактно, где все общаются, но крупный гендиректор зарплаты там миллион рублей или там больше, он вряд ли об этом задумывается. Ну, может быть, то есть в основном это идет снизу, это либо департаменты там по коммуникациям или HR, которые постоянно сидят и думают, как там сплотить коллектив, они предлагают такие решения корпоративного волонтерства. Ну, а хорошо, а те люди, которые не идут вот в эти, ну, допустим, человек занят, да, ну, к примеру, там, человек занят, у нее большая семья, он не может выходной день, ему надо, вот, а не будет ли ему потом там минусов в качестве работы? Конечно. Сделаем паузу. Да, пожалуйста. Такое тоже может быть. Не все могут идти от радости, да, вот, а люди могут идти, подумав, что, может быть, это как-нибудь потом по мне ударит. Вот у нас был случай со Светкой, сейчас, извините, расскажу, это не волонтерство, а с ней был случай, она в отпуск хотела в свой собственный пойти, честный отпуск, ей потом сказали, не хотели, не хотели, не хотели, а потом говорят, тебе же хуже будет, если пойдешь в отпуск, сама потом пожалеешь, понимаете, вот такое тоже бывает. Иди, но потом без претензий, да. Да. К дальнейшим решениям без претензий. Вот такие есть руководители, я вам скажу. Бывают, но, правда, я, поскольку не сталкивался с этим, я вижу, что люди это делают, имеется в виду, руководство компании это делают не для того, чтобы... Нет, ну это не руководство компании, конечно, говорила, понятно, но все равно руководство какое-никакое, поэтому руководители тоже бывают разные, и, знаете, есть такие руководители, которые скажут, что не пойдешь, как это, отключим газ, да, премии тебе не будет тогда. Ну, не знаю. Ну, ладно, хорошо, вы, сколько вам лет? 26. Ну, конечно, конечно, когда мне было 26 лет, и я тоже так же. Это правильно, что вы именно в этом возрасте занимаетесь таким правильным делом. Сколько лет вы уже волонтер? Алина. Со школы. Со школы, да. Мне кажется, это все в жизни, это либо есть, либо нет. Я кровь сдавала. Можно к этому прийти поздно, но если ты начал, то, скорее всего, будешь всегда. Нет, те, кто начал, да, но очень многие приходят вообще в разном возрасте, вопрос о том, кто предложил. Ну, это понятно. Надо, чтобы предлагал тот, кто имеет какой-то... Везли тебя, да, авторитет. Конечно, я понимаю. Ну, или правильные слова, которые... Он пригласил. Ну, к мне в школу пришли, и... Это было, ну, в школе активно. Мне просто было скучно. А вы ничем не занимались? В школе? Да. Нет, в спорт. Каким? Слова, рейси. Ну, так у вас вы были заняты? Откуда у вас время было? Ну, все равно время было. А, время было. Тогда не было компьютеров? Нет, я играл в... Да? Когда не было компьютеров? Тогда уже были? Человек от 26 лет. 15 лет! 11 лет, что, были вот эти игрульки? Конечно, конечно, были. Да вы что, были? Во что? Ну, не важно. Во играли. Это игра. Понятно. То есть, это было, да? Вам, наверное, не разрешали больше? Я с третьего класса играл, поэтому это было не 15, а 20 лет. Да ладно, правда? 18 лет назад не было. Да ладно, это все было. С ума сойти. Не было, я думала, что. Я хотел, если можно, просто вернуться к первой теме, потому что я там не успел раскрыть. Ну, если что, мы сейчас, в принципе, про волонтерство будем продолжать. И что нужно, что нужно рассказать? Просто я хотел в контексте того, какой дает опыт. То есть, не просто, что ты там учишься на врача, но ты пошел, брал реку, и поэтому это важно для преподавателя. Это не важно для преподавателя, важен опытом на профессионал. Дорогие друзья, Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, также член общественной палаты, сегодня у нас в гостях. Мы говорим про волонтерское движение, вообще говорим про волонтеров. Артем, конечно, агитирует за волонтеров. Я задаю каверзные вопросы. Такова работа для того, чтобы человек, который не может принять еще решение, надо ему туда или не надо, действительно мог почувствовать своим сердцем все-таки, что надо туда пойти. Значит, скажите мне, как давно вы занимаетесь? Вы уже нам сказали, администрация, да? Да. То есть, со школы. Со школы. Что нужно, чтобы стать волонтером? Исключительно желание и ощущение того, что ты готов делать что-то в этой жизни хорошее, полезное. Можно зарегистрироваться у нас на сайте добровольцероссии.рф, увидеть там 60 тысяч разных возможностей стать волонтером. Мероприятия, проекты, все, что хочешь. А так скажите, где вот грань между альтруизмом и самопожертвованием ради ближнего? Это очень схожее. Альтруизм и самопожертвование, мне кажется, они очень близки по понятиям. Вот наоборот, мы встречаем волонтерство, в том числе, тех, кто идут туда не ради альтруизма. А ради? Ну, например, мотивация, если говорить тему нашего обсуждения. Для 47% волонтеров, это наше исследование с овцомом прошлого года, опыт профессиональный, который они получают, и карьерный в волонтерстве, не менее важен, чем альтруистические мотивы. Так, ну подождите, поясните, пожалуйста, что значит... То есть мы спросили, для чего вы идете волонтером, что вас мотивирует вообще? Половина сказала, там чуть больше половины, что меня мотивирует внутренний порыв души, желание изменить этот мир и прочее. Помогать ближнему. Помогать ближнему, да, да. Ну на самом деле даже для большинства это лежит либо просто на первом, либо на втором месте. Окей. А половина сказала, помимо альтруизма. А для меня еще важен профессиональный опыт, для меня важна карьера, для меня важны компетенции. Подождите, какой профессиональный опыт? Человек учится, например... Вот и об этом я хотел сказать. Ну, давайте, не говорите. Вот сейчас человек учится, к примеру, на... На волонтеры-медика, на доктора, на медсестру, на врача. А, ну и у вас, соответственно, есть такое подразделение. Мы учимся в больницу и волонтеру, там помогаем младшему медперсоналу и узнают такое, такие внутренние интересности этого и профессии. Так и так же это на практике. Ну, практика сколько идет по времени. У меня практика шла там, сколько, полторы недели. Ну, то есть это... А вы как учились? Ну, я учился на управленца, да, там, в любом случае. Или я учусь на педагога. Да. Я могу пойти и вожатым поехать в лагерь. Да. Это же тоже волонтерский опыт, на самом деле. Там ты зарплату получишь. Не-не, но есть лагеря, где не платят. Да, я имею в виду про такие. Или, например... Нет, подождите, а чем хуже тот лагерь, где платят, чем тот лагерь, где не платят? Нет, не хуже. Просто бывают лагеря, где, например, в Артеке, не платят. Не платят? Нет. В Артеке? За 80 тысяч сноса? Ну, там есть разные вожатые. Есть те, где платят, есть те, где не платят. Поэтому... С ребенка берут 80 тысяч за смену, за три недели. Вот у нас смена началась сейчас в Артеке, кстати. Да, прекрасно. Отлично. Сейчас в школу все пошли, а у вас смена началась. А там школа, там школа. Да, да, да. И что? И они не платят? Подождите, это же жмотничество. Они такие деньги получают. Там есть в том числе помощники вожатых, которые... То есть есть разная система градаций, кто-то в этом лагере. Там есть и бесплатные, конечно, дети. И ты получаешь опыт. Более того, если я, например, хочу стать реставратором. Да. Чтобы стать реставратором, нужно пройти, получить лицензию, пройти определенную подготовку. А можно пойти волонтером в общество охранной памятников истории культуры. Пойти и восстанавливать усадьбу, Редонской монастырь здесь в Москве. И получать опыт. И когда я приду на работу... Ну вас же не возьмут просто с улицы вообще без всякого опыта помощником реставратора, правда? Нет, там есть школа подготовки. Да, ты пройдешь безусловно. То есть получается, что ты помимо того, что где ты еще работаешь, ты еще можешь получить бесценное образование, которое, в принципе, тоже стоит денег. Практически. Да, практически. Для студентов это вообще первое единственное, то есть практически единственное. Потому что когда ты после вуза идешь на работу, тебе говорят мальчик. Да, спасибо, не надо. Мы возьмем с опытом работы. Да, и этот, где получить этот опыт. И этот опыт можно получить. А вот прям здесь. Отлично. Хорошая тема, кстати. Поэтому мы предложили, чтобы это учитывалось, чтобы люди это отмечали. Я надеюсь, это будет помогать. Обязательно. Мы продолжаем, не волнуйтесь. У нас просто, видите, штайминг выполнится. Ну вот сразу все встает на свои места. Да, теперь все на свои места, конечно. Но опять-таки, это в том случае, действительно, если... Какие у вас, получается, есть подразделения? Значит, мы помним. Медицина. Здравоохранение. Да. Специалка охватывает практически все профессии социального типа. Это и социальный педагог, и логопед, и психолог, и реабилитолог. Везде есть волонтерские компоненты. Везде, абсолютно. Культура, восстановление объектов культурного наследия. Люди, которые хотят работать в музее. Вот я знаю массу примеров. У нас директор «Заряди» Паша от 3 лет приехал на Тавриду. Сейчас Тавриду будет фестиваль. Он рассказывал, что каждый четвертый волонтер парка «Заряди» трудоустраивается в парк «Заряди». То есть, люди приходят на волонтер, у него целый корпус волонтеров «Заряди», хранителей «Заряди» называется. Те, они работники разного там служб, но они работают в парке. Почему? Потому что парк видит их в деле на протяжении нескольких месяцев. А куда другие ходят? Не, ну это же постоянно текучка. У всех же есть, в любом случае. Так или иначе, как в новой вакансии открывается, кто-то увольняется. Кого брать? Открывать вакансию на «Хэдхантере», проводить тысячи собеседований. А вот парень уже год с нами ходит, мы его знаем, отлично, ответственно берем его. Поэтому, это если про культуру, то же самое экология, тоже те, кто работают в парках, те, кто работают в заповедниках, их берут в заповеднике в том числе. Нет, ну подождите, культура, культура, она не только в музее. Ну, музее, культурное наследие. Нет, ну как, ну вот театр, например, не возьмут там никакого волонтера. Как актера? Да. Нет, конечно. Конечно, нет. Но это нужно специфически, да, это специфическая компетенция. Мы говорим про такие, ну, то есть, нет, если ты как актер ходишь в театр и где-то там бесплатно в массовке. Ну, и будешь всю жизнь ходить в массовке. Ну, посмотрим еще. Я вам говорю. Если ты уходишь бесплатно в массовке, всю жизнь ты будешь бесплатно в массовке. Ну, можно. Ну, за театралов не ручаюсь. Ну, конечно, для того, чтобы тебе давали... Но сотрудникам театра взять тебя, не актерам, а сотрудникам, на службу какую-нибудь, контролировать пропускной режим, ну, мало. Ну, это понятно. Могут почему-нибудь. Нет, на это, пожалуйста. В Эрмитаже вот сейчас. У меня друг Коваркуетти, волонтеров Эрмитажа. Да. Волонтеры работают у него, что, по 8 лет. Да. Многие трудоустроенные в фонды, в архивы Эрмитажа работают там. Потому что они, ну, их знают, им доверяют. Они могут доверить ВАЗу 18 века, потому что они вместе с Архивариусом этим, вагоду ее чистят. Ну, то есть, это очень важно. Более того, в Израиле есть целая государственная программа трудоустройства безработных через волонтерство. Они предлагают трудоустройство безработных. Поехали. Да. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Артем Метелев сегодня здесь с нами, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров. Мы говорим о том, что они предложили ввести новую графу в резюме. Но сделаем еще раз поправку, кто только что присоединился к нашей компании. Это будет именно на различных порталах. Порталах. Понимаете, что когда другие люди, которые не занимались волонтерством, будут видеть, что на этом портале, на этом портале, на этом портале есть такое поле, то они подумают, а не пойти ли нам тоже немножечко поволонтерить? Для этого это и дело. Да, все ясно. Ну хорошо. Вам мало, что вас уже в два раза больше стало за прошлый год? Мы считаем, что потенциал в нашей стране гораздо больше. И те же самые исследования говорят нам, что еще 17% россиян, которые пока не с нами, хотят стать частью волонтерского движения. То есть это еще плюс там минус 17-20 миллионов человек в зависимости от выборки респондентов. В 2018 году был принят закон о волонтерах. Вы скажите мне, что это за закон такой, что получается, что раньше деятельность волонтеров никак не регулировалась? Нет, она не регулировалась. Более того, не было такого понятия. И как субъект взаимоотношений волонтеров не существовало. Сейчас они есть, вводятся меры поддержки региональные, федеральные для них. А что, с ними договор подписывается? Можно, да, это гражданский договор, он без трудовой оплаты, да, оплата труда. Но там прописывается права и определенная ответственность той или иной стороны. Более того, если раньше я там волонтер, например, не мог попасть в больницу или там в детский дом или куда-то просто потому, что правил нет работы. То есть кто я? Я сотрудник? Я посетитель? Я пациент? Как ко мне относитесь? Непонятно. То теперь эти правила появились. Если они появились уже для сферы здравоохранения и сферы социальной защиты, а в этом году это еще распространится на спорт и чрезвычайные ситуации. Понятный алгоритм работы волонтеров с бюджетными учреждениями и с органами власти прописывается, утверждается. Вот правительство недавно утвердило постановление правительства. То есть это не барьеры. Сейчас очень много таких официальных мы называем каких-то там слов и документов. Это наоборот мы формируем комфортные условия, потому что эти документы придумывают сами волонтеры. Мы вместе с ними, собственно говоря, наша организация вовлекает сюда очень много разных фондов, организаций. И мы стараемся сделать максимально комфортные условия для журнала. 9-9-5-105-7, код столицы 4-9-5. Друзья, позвоните. Хотите быть волонтером? Лично вы как относитесь к этой теме? И за вы или против того, что волонтерство уже становится обязательным? А что, обязательно волонтерство? Так можно назвать появление этой графы? То есть вы подталкиваете людей, которые раньше об этом и не задумывались, что теперь они могут не пройти конкуренцию с теми, у кого такие же, вот то, о чем мы говорили, профессиональные. Подталкиваем, да, но это не является обязательно. Вот если можно, я зачитаю исследование 2017 года. Вопрос, как вы считаете, помогает ли лично вам волонтерский опыт при трудоустройстве на работу? Да. Вот 24% людей ответили, что да, помогает. Это, конечно, немного, но это четверть. Это каждый четвертый, который считает, что его общественная... Половина сказала, что нет, не помогает. Вот наша задача повышать этот процент людей, чтобы люди осознавали, что их компетенции, которые они получают в волонтерском движении, в благотворительных фондах, в работе НКО, в реализации ценных проектов, помогают им быть более конкурентоспособным, в том числе, более опытным, быть лидером, развивать свою коммуникацию и так далее, и так далее. И таким образом, да, когда будет, как вы сказали, два резюме лежать, и есть волонтерский опыт или нет, если работодатель выберет того, кто имеет волонтерский опыт, но он будет профессионалом, это хорошо, значит, мы свою задачу выполняем. Да, а может быть, работодатель выберет того, кто не имеет волонтерский опыт, но имеет точно такую же фамилию, как руководитель этого подразделения. Не включайтесь, да, надо было сказать, но ничего страшного. Вот звонят нам, сейчас мы узнаем, что вы думаете, слушатели Русской радио. Здравствуйте. Как вас зовут? Ага, очень приятно. Откуда звоните? Воркута, отлично, отлично. Да, что вам хочется, Андрей Геннадьевич? Да, да. Так. Можно, конечно, можно, да. Есть некоторые моменты, с которыми вы не согласны. Сейчас я спрошу. Артем, нам нужно заранее узнать, что вас хочет спросить Андрей Геннадьевич? Или можно с листа? Нет, все нормально. Артем готов вам ответить на все вопросы. Можете даже не предупреждать о них. Значит, Светя, через сколько мы будем в эфир? Через три минуты. Вы потерпите, воркута далеко. Потерпите? Три минутки. Ну, постарайтесь, пожалуйста. Ну, ладно. Который час у вас? Ой, у нас один часовой пояс, оказывается. Да, он пытает их здесь. Просто север. Ну и хорошо, да? Конечно. Я думала, что, честно говоря, на Урале-то другие часовые пояса. Ну, классно. Хорошо. Значит, вы... Да, значит, вы немножко к нам ближе стали в связи с этим. Есть еще одна тема? Да, это правда. Все. Андрей Геннадьевич, не кладите трубку. Мы выходим в эфир через уже полторы минутки. Я вас подвешу. Да, говорите. Есть еще одна тема. Какая? Вот сейчас в стране, если слышали, разрабатываются суперсервисы. Нет, не слышала. Это на госуслуги.ру. Да. Появится 8 суперсервисов, которые помогут россиянину максимально просто подать документы, если родился ребенок, поступить в университет, заявление на правоохранительные органы, авария, что-то еще, что-то еще. Ну, то есть максимально частые ситуации, которые возникают в жизни. Авария в смысле? Вот случилась авария, что? Если ДТП, никого звать, онлайн, через телефон, чик-чик, все. Очень быстро, суперсервисы. Прекрасно. Они появятся там в 21-22 году. А в университете что, тоже чик-чик экзамен сдавать не надо? Да, не надо никуда ехать, ни в какие приемные комиссии, все онлайн, подал, все быстро, сразу все вид. Так вот, наша система, добровольца Россия, откуда берется волонтерский опыт, станет частью суперсервиса, начиная со школы, если ты школьник, ты будешь волонтерить в школе, все это засчитывается в твое электронное портфолио, тут же передается в ВУЗ, ВУЗ тут же при приеме абитуриентов начисляется дополнительный балл к ЕГЭ. Сколько? В среднем 3 балла начисляет. 3 балла? Да. Можно до 10. А это как? ВУЗ принимает решение, они у нас автономные все. Есть право правительства, кто установил правило, что можно до 10 баллов начислить. В среднем мы статистику проводили 3 балла. Это становится сейчас частью суперсервиса такого, то есть максимально оцифрованно, в том числе волонтерская деятельность будет, начиная со школы. Ну, то есть это обязательно получается. Портфолио. Портфолио. Нет, вот не может не начислить баллы. Пить больше половины, 6% вузов не начисляют. Это как-то так? Почему? Они принимают решение и не делают это. Почему? Вот они не хотят получается, да? Ну, они не хотят, потому что не понимают, как проверить деятельность. Ну, то есть, может, ты врешь? Нет, ну, может, ты не врешь, но как врешь-то, если это все зафиксировано? Ну, вот как зафиксировано, либо там на бумаге, но это же можно... Ну, да, я у вас попросила, дайте-ка мне для Паши, Саши, Маши и Даши такие бумажки, и все. Поэтому они не знают, и им нужна методика. Эту методику мы сейчас... В 21-м году вы это сделаете? Нет, мы это сделаем раньше, а в Минкомсвязи сделают это на госуслугах. Так, 21-м. Ну, то есть, получается, что с 21-го года они обязаны будут давать 3 балла минимум? Что? Нет? Ну, я думаю, что нет, потому что они все равно автономны. Просто будет методика. Понятно, методика, и, скорее всего, большинство вузов это будет делать. Ну, а сейчас кто это делает? Те же самые приемные комиссии. Ну, нет, какие вузы это делают? Вы сейчас конкретно какие вузы начисляют? Ну, и в стране... Ну, назовите те вузы. Ну, назовите те вузы. Ну, хорошо, те, которые нас интересуют. Ну, если говорить про московские, то все основные, которые вы сейчас вспомните... Ну, МГУ. Начисляют. На всех факультетах? Не думаю. Первый метод начисляют, там, РГСУ, какой-нибудь... МГИМО. МГИМО начисляют, да. Ну, большинство вузов. Московские только вы начисляют. Ну, так а что тогда все равно это все... Вы имеете в виду, что... Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, вообще волонтерство должно быть исключительно альтруистической историей. Или все-таки в волонтерстве, в этом движении есть и что-то для себя. Выгода какая-то. Сегодня на все вопросы отвечает Артем Метелев. Артем является председателем Совета Ассоциации волонтерских центров России. И до нас дозвонился из Воркуты наш слушатель Андрей Геннадьевич. Андрей, здравствуйте. Да, слушаю вас. Вы хотели спросить о чем-то Артема. Ну, как вот спросить и высказать свое мнение, если, конечно, вы не против. Нет, мы не против. Мнение наших слушателей нам очень важно. Ну, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Согласитесь, есть такая у нас поговорочка. Да. Считаю, что волонтерство в ранней стадии, еще в середине 20 века, было хорошо описано Аркадия Магайдара. Да, помните? Тимура Лакоманда? Да, конечно. Это то же самое. То есть мы возвращаемся к тем же самым истокам. Да. Мы абсолютно за. Но я так сейчас понимаю, просто исходя из предложений, сейчас оно стало как бы а-ля коммерческая основа. То есть у тебя идут преференции при приеме на работу и все. Считаю это неправильно. Ну, во-первых, хороший человек – это не профессия, как говорят. А во-вторых, понимаете, волонтер, я считаю, это их в душе. И не надо его рекламировать. Помните? Делай добро, бросай в воду. И волонтеры, которые действительно люди, которые помогают. Ну, сказать, доктор Рошаль, ну, самый главный волонтер у нас в стране по детям. Очень поддерживает, кстати, медицинское волонтерство. Да, 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 да. Поэтому вот именно это. А кто-то не может быть волонтерством, заниматься волонтерством, даже для того, чтобы, грубо говоря, своим близким себе помогать, заработать кусок времени. Ну, про коммерти. Ну, конечно, человек на три работы ходит, когда у него время волонтерством заниматься. Хорошо, вот скажите, помогать инвалиду – это волонтерство? Да. Помогать инвалиду – родственнику – волонтерство? Да. Нет. Как нет? Почему? А вот теперь самое главное. А помогать инвалиду – родственнику, инвалидам, сделавших государство, не зависит от него причины. Простой пример. Ребенка, когда рожали, уронили на пол. Ну, ваша соседка Алла, если она рожала в таких обыкновенных домах, она знает, что такое кафель и все остальное. Инвалид сейчас в итоге первой группы. За ним уход – это волонтерство? Если этот инвалид не является вашим родственником, то да. А если является родственником, почему нет? Потому что это ваша семейная обязанность, это не волонтерство. Ну, это тоже опыт. Еще какой? Нет, опыт, безусловно. Но мы сейчас просто, да, разграничаем. Мы сейчас говорим о том, что действительно есть у людей ситуация, когда люди не имеют возможности это делать, а мы еще раз возвращаемся к тому, что при приеме на работу… Так, пусть указывают это. Что указывают? Ну, если это как-то… Не важно, там, родственник, не родственник. Важно же не просто, там, соответствовать кому-то слову. Важны смыслы. Если ты помогал, там, инвалиду на протяжении шести лет, то компетенция, почему нет, это компетенция. Я бы хотел очень важно ответить. Очень частый вопрос о сравнении с ВЛКСМ и комсомолом. Я абсолютно согласен с точки зрения ценности и идеи. Да, но давайте мы вспомним, да, какая была страна, страна с единством мнений, где не было конкуренции, да, где если ты не комсомолец, то ты бы вообще там на работу вряд ли бы хорошую нашел в ВЛКСМ. Поэтому если уже говорить о том, что тут какие-то преференции, и мы говорим, что волонтеры должны там указывать что-то в резюме, в Советском Союзе было гораздо хуже. В Советском Союзе, если ты не волонтер, то ты бы никуда условно, если говорить такими формулировками, не попал бы. Сейчас все по-другому. Сейчас мы живем в мире конкуренции всех со всеми, и поэтому государство в том числе должно обозначать определенные акценты. Что важно для страны, что важно для нашего общества. Важно то, чтобы у нас люди были неравнодушны. И профессиональные. И профессиональные, безусловно. Поэтому вводятся в том числе вот такие вещи, которые помогают стимулировать развитие волонтерского движения. Плохо это? Нет. Будут ли те, кто пойдут сюда ради этого? Конечно. Но мне кажется, что аппетит приходит во время еды. И в том числе те, кто пойдут ради балов КИГ или чего-то еще, волонтерской деятельности, поймут ценность этой деятельности и останутся здесь уже на другой уровне. То есть, получается, пришел полуплохишом, а вышел... Да, стал хорошим. На вышелке мальчишем. Да, спасибо большое. Мы не прощаемся же еще, правда? Или уже пора? Ну, пару минуточек у нас еще будет. Ага. Русское радио. Алло, Андрей. Здравствуйте. Еще раз спасибо вам большое. Во-первых, за чудесный... Ой, вы у меня сегодня единственный слушатель, который прорвались в эфир, потому что у нас спикер в гостях. Во-первых, за чудесные вопросы. Ну, конечно, я очень сочувствую. Это ужасно, то, что вы рассказали. Я сижу. Да я представляю. Ну, это... Да. Да, да. Я вас прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что действительно бывают обстоятельства, когда ты живешь в таких обстоятельствах, когда ты не можешь это делать. Я, кстати... Да. Да. Ограничено, да, к сожалению. Ограничено, да, к сожалению. Да. Согласна. Да. Да. Понятно, я понимаю вас, я понимаю вас, да. Двадцать шесть Артему. Он еще не знает, что такое Святский Союз, да. Да. Уже не узнает, буду надеяться. Я изучала. Не, ну пойдешь. Мы древние рима изучали, вряд ли мы представляем себе что-то такое. Не, ну, вы не согласны? Андрей, спасибо вам большое, мне было очень с вами приятно пообщаться. Вот что-то меня толкнуло, видите, снять трубку. Да, это, условно, похоже. Ведь я обычно, когда спикеры не берут трубку. Я вас благодарю, я должна бежать в эфир, спасибо большое. Вам счастья, радости, всего самого-самого хорошего. Жизнь непростая. Ну, аналогия понятна, но это... Нет, нет, еще не школьники. У него нет, у меня, да. Все, Андрюш, всего доброго. Спасибо, удачи, да, здоровье самое главное и сил. Дети, он спрашивает, у вас есть? Нет. Вот, я так тоже думала. Нет, он нормальный, кстати, дядька. Ну, конечно, когда человек живет в такой ситуации... Я прямо, он когда это сказал, я аж не могу ни о чем думать. Просто не могу ни о чем думать. У меня уже сразу... Мы пошли на эфир. Вечернее шоу Аллы Довлатовой. Дорогие друзья, Артем Метелев сегодня здесь с нами. Мы говорим о волонтерском движении. Председатель, потому что Артем председатель Совета Ассоциации волонтерских центров нашей страны. Подводим итоги. Да, мы подводим итоги. Мы начали с того, что очень скоро в резюме на различных порталах, которые предоставляют возможность трудоустроиться человеку, будет появляться не графа, как вы еще раз сказали. Поле. Где люди, которые занимаются волонтерским движением, смогут описать это все, описать сколько... Свой опыт. Какой опыт, где, чего и как. Ну и, конечно же, Артем надеется на то, что это привлечет еще больше людей в их движение. Да, в университетах, должен сказать, что со следующего года по обучению 32 профессий появятся пары, посвященные волонтерству и НКО, и люди будут обучать технологиям организации волонтерской деятельности. То есть если вы учитесь на менеджера, экономиста, врача, чиновника, архитектора, вы 3-4 пары пройдете и выйдете уже зная, кто это такие и почему полезно иметь опыт волонтерской работы. И как их организовывать. Да, ну что ж, спасибо большое. Время, конечно, у нас всегда бежит быстро. С хорошим интересным собеседником еще быстрее. Спасибо. Ну приходите в гости, Артем. Спасибо. Как говорится, не только в год волонтерства. У нас теперь же год театра. Год театра. Да, спасибо вам. Спасибо. Друзья, я с вами прощаюсь до завтра, до 7 часов вечера, а Света Казарина у нас остается до полуночи. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио.